Всем привет! Сегодня у нас будет с вами болталка, так что, девчонки, расслабляемся о нашем аженском, просто побеседуем, набирайте кофеек, сейчас вот на паузу прям нажмите, сбегайте на кухню, все сделаете и приходите, возвращайтесь, включайте обратно. У меня тут водичка холодная. Это блаженство, потому что у нас реально наступило лето в Стамбуле, очень жарко, и я спасаюсь только вот холодной водой. То есть я покупаю всегда упаковки, знаете, такие по 0,30, наверное, как стакан воды, маленькие упаковки с водой, бутылочки, и всегда складываю их одну-две упаковки, там, наверное, 12 штук выходит, 12-24 где-то штуки бутылочек этих у меня всегда лежат в холодильнике в отделении для воды, и они всегда такие вот, чтобы стаканчик запотевал. Не сильно холодные, ну и не комнатной температуры, потому что я реально напиваюсь водой только такой прохладной. Теплую воду комнатной температуры пить вообще не могу. Вода вот из именно два отсека для бутылок, которые вот эту воду поддерживают в самый раз. Мне прям очень хорошо заходит такой лайфхак для жизни в Турции летом, что очень жарко и это тяжело. О чем сегодня будем болтать? О косметике. Мне попросили снять болталку, рассказать, как я где покупаю косметику в Турции и в России, потому что многие и в России меня смотрят, то есть, ну, не только кто живет в Турции. Вообще, кто живет в Турции, меня смотрят всего лишь просмотром 10 или 15 процентов. Трафика идет на канале, в основном это 50 процентов Россия, потом идет Украина, Беларусь, Казахстан, и только потом Турция. Немножко голос у меня сиплый после воды. Биржит в горле, но это нормально. Итак, о чем еще хочу сказать. Видимо, в преддверии туристического сезона многие заходят на канал, как бы выразиться, с целью, что купить в Турции, да, знакомиться, куда поехать, где что-то купить, да. Вот такие вопросы какого-то шопинга, туризма в основном сейчас возникают в комментариях, если видео такие старые какие-то, да, смотрятся. Я понимаю, что эти люди, скорее всего, вот это видео не увидят, но если кто-то, кто недавно подписался на канал, остался и смотрит, я для вас сейчас донесу информацию. На канале есть такой поисковик, когда вы открываете главную страницу канала на YouTube любого человека, там есть такое кно поиска с лупой. Туда вы пишете любое ключевое слово, по которому вы хотите найти название видео, которое вас интересует у блогера на канале. Это поисковик видео. Если вас, я стараюсь, как большинство блогеров, называть видео, чтобы были какие-то ключевые слова, по которым вы можете их найти. Например, шопинг в Стамбуле, или шопинг Гранд Базар можно ввести, да, или какая-то историческая достопримечательность, когда я влоги всяких мест туристических в Стамбуле снимала, или снимали, там, центр Стамбула, Султан Ахмед, да все что угодно. Если у вас вопрос косметики интересует, там, крем с SPF-защитой, напишите SPF или еще как-то вам, YouTube автоматически на моем канале выдаст видео, которых в описании, либо в названии видео указывается это слово, которое вы вписываете. Пожалуйста, пользуйтесь. Понимаете, просто поиск информации это уже в ваших интересах, да? Мне, к сожалению, нет времени отправлять вам ссылки, то, что вы у меня просите. Я много раз в видео упоминала о том, что курс Лира там меняется, косметику у некоторых выгодно покупать. Знаете, такое, такое, некоторая косметика почему-то здесь в Турции, она стоит дешевле даже, чем в России, а некоторая косметика здесь все равно остается дороже, например, тот же масс-маркет. Сейчас такие цены на масс-маркет, даже в России, я когда смотрю сайты какие-то, у меня глаз выпадывает. Сейчас масс-маркет по цене, как раньше, люкс был, вот реально, джаба давит, это купить, потому что, знаете, составы или еще что-то не изменились, а цена между вот этой разницей масс-маркетом и люксом, она сейчас, кстати, она очень сократилась. Можно что-то поискать, да, но как минимум не масс-маркет, а такие бренды, как типа Urban Decay, Smashbox, Makeup Forever и все такое прочее. Сейчас это стоит, как будто, знаете, середина, чуть-чуть дороже, чем масс-маркет в России. Так что, как я обычно покупаю косметику? Когда я еду в Россию, подгадываю, да, либо когда ко мне кто-то из России приезжает, я заказываю косметику на свой домошний адрес с сайтов российских. Я пользуюсь сайтом L'Etoile и пользуюсь сайтом Revgosh. В Ильдобето я не стала заказывать, потому что вы мне посоветовали, сказали, что плохая доставка, сервис и посылки еще там теряются. В общем, я не стала даже пробовать. И сейчас очень мне нравится сайт Revgosh своим, знаете, компоновкой. Там очень-очень много всяких брендов. И Glam Glow тот же там теперь тоже есть, и Armani у них есть, и там Ford Cosmetic. То есть выбор очень такой приличный. И плюс еще селективная парфюмерия есть на Revgosh. То есть надо пошариться, есть там очень-очень большой сайт. Что мне не нравится на сайте Revgosh, это то, что когда ты листаешь страничку, хочешь что-то заказать, у них очень часто маленькими буковками есть приписка, можно купить, приобрести только в магазинах. То есть не в онлайн-варианте, а только физически в магазине в твоем городе. Это такой самый главный минус. То есть ты можешь, открываешь по сути этот продукт, но в корзину положить ты его к себе не можешь. Минус. Но не на все это такое происходит. Плюс какой? Акции какие-то, подарки или еще что-то на сайте Revgosh. Они проходят чисто на сайте Revgosh, то есть для интернет-магазина. И цены могут разниться в интернет-магазине, если акция какая-то скидка есть, то ее может не быть, скорее всего, и не будет в реальном магазине. Поначалу, как ты мне это коробил, но когда ты покупаешь только онлайн, это даже выгодно. Или клиентские дни, естественно, они не совпадают с клиентскими днями в магазинах обычных, физически. То есть, по факту, когда ты подключаешь себе эту рассылку с сайта Revgosh, очень удобно. Тебе приходят сообщения, говорят, например, в течение двух дней скидка 30% на всю косметику Живанши. Тебе, если что-то надо было, заходишь, заказываешь. И доставка у них от 3000 рублей, доставка курьерская бесплатная. От 7 дней до 20 посылка хранится. Курьерская доставка идет, конечно, по средникам каким-то. Мне заказ был доставлен один за 5, наверное, дней. И рабочие там они, не рабочие считаются. Потом мне заказ другой пропал. Они хотя бы были сделаны в один день. И выяснилось, что там, в общем, они допустили ошибку. Когда они звонили, перезванивали. Был указан, короче, номер телефона они куда отдали в доставку. Номер телефона, у них там несколько было на сайте. Но все в доставке, все указано было правильно. Но какая-то маня, которая оформляла с сайта, Revgosh передавала в сервис доставки. Все-таки оставила номер телефона неправильный, который у меня, симка здесь в Турции русская находится. То есть дозвониться мне не могли. Это реально телефон, да? Но я им сейчас не пользуюсь. Он у меня отключен, потому что я за границей. И они мне просто курьер не мог дозвониться. Когда я уже написала в сервис Revgosh. Кстати, очень быстро отвечают. За буквально 2-3 часа ответ пришел. Мне дали ссылку на вот этого посредника, кто доставляет посылки, курьерскую службу. Я просто зашла на сайт, и мне дали вот этот трек-номер Revgosh. И я ввела, подтвердила просто онлайн. Раззвонить надо было. Время, дата, что я готова принять свой заказ. В общем, никаких проблем с Revgosh с сайтом не было. Один минус большой, это то, что вот форзину можно не положить товар, да? Или там нет в наличии. Следующий минус, который я там, скажем так, заметила, это то, что это вообще ерунда. Очень большой, хороший выбор брендов, но по сравнению с L'Etoile цены немножко выше. Это ерунда. Продукты, мне кажется, L'Etoile это сделать, естественно, специально. Я говорю сейчас о российском L'Etoile. Чтобы быть как-то конкурентно выигрышнее, чтобы люди у них все-таки делали заказы. Как-то хоть выиграть, потому что суть-то вообще одинаковая, да? В L'Etoile, на сайте L'Etoile, что я делаю с заказами? Мне нравится заказывать на сайте. Мне не нравятся сами магазины физические, если их посещать. Сами знаете, в куче интернете видео про это, рассказов клиентов. Я сама в них участвовала. И чек мне как-то даже на кассе не давали. Ой, здесь еще долгая история. Что истории слышу? Подделки в L'Etoile ни разу не попадало. И у меня, в счастье, проблем никаких не было. Каких-то подделок в L'Etoile я не нарывалась. Я видела только на YouTube реально одно достоверное видео. Девушка рассказывала, показывала крем, подделку сравнивала с оригиналом, доказала, что это подделка. Там про возврат было какое-то видео. Это единственный раз, когда я действительно увидела своими глазами и поверила, что это подделка. Кстати, кто с этим сталкивался, напишите. Девчонки, может просто... У меня все просто шито, крыто, гладко получается. На сайте L'Etoile очень классно покупать, когда у них там раза два в год бывает минус 50% на все. То есть карточка ваша 25%, а у меня будет 50% на все. Второе, там есть то, чего нет на Ревгоше. Это Burberry Dolce & Gamana декоративка. И очень большой выбор. Хорошие профессиональные косметики для волос. Это L'Oreal Professional, еще что-то. В общем, выбор именно очень большой для волос. Очень люблю там покупать что-то. Что касаемо здесь, в Турции. Я здесь покупаю косметику, масс-маркет, все прочее в Гратисе, в Ватсенсе уже пореже. Хочу попробовать в Ватсенсе вот эти корейские, там очень сейчас пришли в этом году, маски, умывалки, все прочие дела. Вот хочу попробовать. Кто пробовал, девчонки, обязательно пишите, что в Ватсенсе. Скорее всего, вот это вам понравилось, не понравилось, что попробовали, что новенького. Если косметика какая-то декоративная, люкс или еще что-то, то это Sephora. Но одна большая проблема здесь в Турции с люксом. В Сибирь я редко захожу. У меня, потому что Сибирь нехороший возле дома. Но если где-то в центре, где-то там ближе к центру, где много туристов, там с этим проблем меньше. Главная большая, скажем так, незадача. А, еще в Бойнере. В Бойнере неплохо, да? Там тоже есть люксовая косметика какая-нибудь. Главная незадача какая? Косметика есть, на стендах есть, пробники есть, а в наличии светлых оттенков нет. Для меня проблематично в Sephora даже Naked Urban Decay купить, консилер я хотела приобрести. Тестер есть, в наличии его нет. То есть очень мало цветов. Цвета коричневые, желтые, по тоном очень. Они чисто рассчитаны для смоглых девушек, для турчанок. Естественно, я ничего против не имею. Это рынок, да? Это надо продавать. Рассчитано на местных девушек, они и покупают. Какая-то декоративка здесь почему-то такая же цена, как и в России сейчас. Но уходовые какие-то средства, крема. Разница все-таки в цене, я считаю, большая. В районе 100 или либо 50 турецких лир. Например, я вот смотрела, хотела приобрести крем. Мне очень понравился. Ночной крем Colorance Ultimat что-то. Короче, не помню, как называется. Синяя, короче, банка. Я про него рассказывала отдельно. Это же видео вроде делала. Потрясающий крем. Я хочу его обязательно повторить. Этот крем стоит в России, допустим, я не помню, на лира переводила 250 турецких лир. Где-то так, 230. А здесь он в Турции стоит 330. То есть на 100 лир разница, представляете? Но как-то так, знаете, мне вот честно, 1600 рублей это выходит в 100 лир сейчас где-то по курсу. Западло просто давать эту разницу большую. Я считаю, что это большая разница. Это невыгодно. Вот так я приобретаю косметику здесь в Турции. Когда как я выбираю, покупая при заказе в интернете. Ой, как-то я, знаете, низко сильно сижу. Вспомнила спустя 15 минут. Как я? Я читаю сайты. Естественно, я пишу либо тон подобрать, оттенок какой-то или еще что-то. Я пишу просто тупо в гугле. Копирую на сайте, в котором я это заказываю, полное название. Либо по оттенку, либо посмотреть сводчи и отзывы. Первый сайт, который мне выходит, это, естественно, I recommend date. Или как он называется? Которую я рекомендую. А потом бывают статьи мне попадаются на косметиста. К косметиста я захожу очень редко. Я ему не доверяю. Потому что там хоть есть пометка, сразу пишешь, что типа, средство было признано для обзора. Вот такое вот. Это меня смущает. И знаете, есть такое писательский талант, я это называю. На косметиста очень много статей. Именно статей, а не обзора на продукции, когда девушка мало уделяет времени товару, каким-то свойствам, качествам или еще чему-то. Больше это поэтичности, красивых фотографий, ода какая-то идет. Но мне хочется знать конкретную информацию по факту этого, именно скудности информации на ополнение. Поэтому на косметиста я захожу из-за качественных, скорее всего, фотографий, чтобы, когда девушки красиво фотографируют, и можно увидеть оттенок. К этому я обращаю на это внимание. Очень мало я замечаю, что в интернете кто покупает, либо когда вот статьи такие читают, либо пишут комментарии к ним какие-то вставляют. Девушки не понимают, что элементарные вопросы по типу кожи. Как подобрать этот крем, например, улажняющий еще какой-то. Это всегда читать в статье, либо в отзыве. Какой тип кожи у девушки, если она об этом пишет. Какое время года она этим кремом, например, пользовалась. Я говорю сейчас о уходовой, к примеру, о косметике. То есть, если крем забивает поры, какой-то нехороший отзыв, это еще не говорит о том, что вам он не подойдет. На это стоит обращать внимание. Очень часто, что я вижу, девушки с типом кожи, например, сухим, выбирают какие-то средства. Короче говоря, идет, да, статья, статья, рассказ, там, нехороший отзыв. А в конце крем, я бы сказала, скорее всего, для жирной кожи. А у меня она сухая, мне не подошел. Чем ты думала, когда ты это покупала? Вот и все. То есть, это не говорит о том, что продукт плохой. Это говорит о том, что ты при покупке не оказал должного внимания. То есть, не продумал нюансы, мало почитал, узнал и все в таком роде. То есть, это ошибка не крема или производителя, а твоя личная. И в последнее время у меня, слава богу, по дереву постучать. Мало проколов бывает таких косметических. Только иногда по оттенку что-то. Ну, это иногда марки реально очень тупят. Странно называют какие-то оттенки, все в таком роде. В общем, в любом случае, у меня мало проколов ухода в какой-то косметике. Потому что я уже научилась себе подбирать. Я вот эти нюансы всякие, время года, когда я буду кремом пользоваться, под что, какие он мне должен функции нести, какой мой тип кожи, какие обзоры почитать. Я обращаю внимание на людей, на девушек, кто оставляет отзыв именно с таким же типом кожи. Это всегда вообще практически, вот честно, 80% успеха вы себе подберете продукт. Вообще легко. Главное определиться конкретно на эти задачи, цели и соответствует ли им продукт. По поводу декоративки тоже другое. Это вкусовщина, цвета и все прочее. Об этом, наверное, рассказывать не нужно. Почему I recommend it я больше читаю? Потому что там, хоть и не такие качественные, да, будут фотографии, но на уходовую косметику более популярно как-то, более честно рассказывают. Может быть и там есть покупные статьи, когда я вот с этим, да, начала на это обращать внимание. Я не знаю, напишите, если у девчонки в курсе, я просто не в курсе. Но на I recommend it мне больше всего нравится. Там самое такое честное, по факту больше информации. Очень много там уже сайт старый, да, можно поколупаться, да, перевыпуск какой-то продукции, шоу, что девчонки все подмечают в комментариях как-то более надежно. Ну и, естественно, на сайте даже идея покупасики или туалеры в Гоши. Там до смешного, там тоже есть отзывы, но они, естественно, какие-то покупные вообще. С реальностью, мне кажется, вообще не контактируют никаким образом. Поэтому, конечно, если мне когда приспичит, я не смогу, например, летать в Россию, или я заболею, какие-то физические что-то, да, я не смогу делать. И мне придется покупать здесь косметику в Турции. Почему она здесь дорогая? Потому что здесь дорогой налог на ввоз и на вывоз также косметики. Если вы покупаете что-то, посылку получаете, да, из-за границы, либо вы отправляете, вы не можете положить косметику, косметические какие-то средства, крема или еще что-то. Не важно, жидкое оно не жидкое, вообще, даже палетку теней. Потому что это будет считаться перепродажей. И вы должны заплатить налог. Налог очень высокий, в сотни, наверное, порой раз дороже, чем сама продукция, которую вы отправляете. Потому что компании, которые ввозят, либо вывозят косметику, косметические средства из Турции, они оплачивают огромные налоги. Это правило в стране. Для нас, как для потребителей, да, неудобно. Для бизнеса, для экономики страны, я считаю, что это очень правильно сделано. И также продукты питания, тут отдельная тема. То есть, ну, знаете, здесь и почта работает замечательно, и каргу, и все прочее. Можно посылку. Я отправляла посылку. Моя тетя прилетала отдыхать в Турцию тем летом. Я хотела придать какой-то гостинчик, подарочек, что приятно от себя, да, маме, родственникам. И я собрала посылку. Я не помню, сколько килограмм у меня было. Стоила моя посылка в районе, там, 12 турецких лир вроде бы. Это очень дешево. Из Стамбула в Анталию, быстрым вот этим карго, не ПТТ, а который экспресс-доставка за день буквально самолетом или за два ее доставили. Два дня или три даже. Максимум три что-то было. И то, потому что посылка пролежала на ресепшене у недалеких сотрудников. И вообще, короче говоря, мне очень понравился сервис почтовый. И я планирую, если получится у меня, я хочу отправить посылку попробовать в Россию. И я об этом видео отдельно вам сниму, расскажу и о ценах, и о условиях, что можно, килограммы, и все-все-все прочие дела. Хочу попробовать. Но многие, мне Катя рассказывала, что многие в группах девчонки пишут о том, что посылки теряются, когда переходит нашу русскую таможню, нашу границу, потому что наша почта. Это до свидания вообще, да. То есть, кто, кстати, отправлял что-нибудь в Россию, не в Украину, а именно в Россию. Потому что, я думаю, что в Украине, в украинской почте получше, может, дела обстоят именно нашей российской почтой, почта России. Как с этим дела обстоят, девчонки, напишите, доходит, не доходит. Если возникают проблемы с посылками, что именно, мне очень-очень интересно этот вопрос узнать заранее до того, как я буду отправлять. Но когда уже сама нарус, скажем-то, на какие-то проблемы, то и вам расскажу, куда уже деваться с нему видео. Буду ждать ваших комментариев, надеюсь, видео было для вас интересным, вы попили со мной кофейку и чайку, отдохнули и можете дальше уже заниматься своими делами. Мне было с вами приятно пообщаться, скоро увидимся, всем пока!